Что я придумала себе приготовить? Помните, я клубнику покупала, у меня осталось вот такое количество ягод. В общем, я решила сделать себе молочный коктейль, а почему бы и нет? Клубничка кисловатенькая такая, слегонца, а вот бананы слишком сладкие. Сейчас я это дело все разбавлю, у меня будет банан с клубникой и с молоком. Тысячу лет не пила молочный коктейль, сейчас я чувствую, что кайфану. Так, шкурку не выбрасываю от банана, она у меня пойдет для подкормки растений. Режу и в кумбу это все дело закапываю. И молочка сюда. Банан, клубника, молоко. Сколько здесь? Как понять, сколько здесь литраж? А, 500, 500 миллилитров все вместе надо будет. В общем, поехали. Легко, нарушение, ей-богу. Вроде как все. Сейчас, я даже возьму какой-нибудь красивучий бокал. Ваше здоровье. А, класс. Не передавай. Кайф. Вот теперь, когда у меня будет оставаться клубника, она часто остается, либо бананы, я буду делать всегда молочный коктейль. У меня прям баланс вкусу получился. Банан добавил сладость, а вот клубничка вот этого кислого кукума. Класс. Мне кажется, я его увезю. Вообще массово ягода пойму. И подешевле будут. дело даже не подешевле а в том что вкуса у них нет в краснодаре наверное сейчас уже прет клубника на всю катушку июнь месяц июнь июнь месяц мне кажется в краснодаре уже идет клубника уже наверное скоро и пойдет и черешня нет а у нас все она какая-то пластмассовая класс какая классная идея появилась такая молодец это клубника уже лежала грустно я думаю блин как обычно не съели лоток покупаю вечно никто не кроме меня не знаю куда ее девать куда девать сейчас погодите а посуду будет разобрать нас лишь бы не сверкануть ничем вот такой вырез шикарный что может что-то ненароком вам показать сам виталику говорю что готовить на ужин куда-то готовить собралась ничего не готовит а я залезла в холодильник клубнику там нашла и клубники у меня же там еще кабачки друзья мои кабачковых оладьи сделать я их обожаю мне кажется оладушки кабачковые я могу есть каждый день и они мне надоедят я их обожаю сейчас погодите я почему-то думала что у меня посудомойка разобрана нет грязная посуда я так чистку не сделала потому что она у меня не бывает пустая букал потому что с катюшкой вчера развлекались но не до развлекались закрыла бутылку специальной пробкой убрала будет стоять до лучших времен как обычно как-то залезла стол где всякое спиртное стоит давай разгребать елки-палки а там настойки бог знает с какого времени еще я делала лимончелло сто лет назад так это лимончелло стоит я все это дело собрала и выкинула не нужно только место занимала не все это может кому-то отдать и груду кому-то вот кому и отдаст вот так будет и человек просто сушки вам не надо купить спиртное завалялось да конечно нет прикиньте мне вчера звонят и говорят вам тут пришла посылка заберите приходите забрать домодедово мне очень неудобно подождите я ничего не заказывал значит мне забирать нечего может быть кто-то ошибки или что учим не надо я не буду забрать отправлять ее обратно проходимся кладем трубку звонит мне парень и говорит здравствуйте в общем это добрый жар коптилку там же покупали я говорю здравствуйте пришла посылка я говорю а почему она мне пришла это мне кто-то отправил знаете мне сразу мысль заправлю вдруг кто-то из подписчиков уже что я говорю я говорю нет вы выясните пожалуйста откуда она взялась и кто это отправил потому что может быть это вы отправили и по ошибке потому что я когда-то заказывала может у ваших и примерно в это время год назад я заказывала может там кто-то глянул не на туда-туда ставки год грубо говоря перепутал а такое тоже возможно и говорю отправили нам по ошибке прошлогодний заказ в голове всякие эти мысли он говорит я не знаю кто у вас там может быть кто-то отправил или что я говорю я не буду получать потому что я не заказывала но оплачивать ничего не надо еще раз повторюсь вообще там что он говорит все оплачено вам только приехать забрать не буду пишу ночью в общем когда я закончила со всеми делами убрала и тут я вспоминаю про этот про эту вечеринку брону я еще не знала что это вечеринка а или вечеринка я узнала знала 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 сейчас же с ним разговаривала ночью пишу нахожу их аккаунт в гебрях крен знает где представьте я год назад нам заказывала можем я нахожу их аккаунт пишу ребята выясните пожалуйста что за заказ потому что возможно они просто перепутали да и ждет другой человек и он не получит этот заказ то есть он его оплатил все а если не дойдет а я-то волнуюсь прикиньте нафиг бы оно мне было надо в два часа или в два или три часа ночи я еще не спала я это вспомнила пишу утром открываю инстаграм там сообщение от них до перепутали адресы человека кому надо доставить отправили не туда извините вам делать ничего не надо там в общем ее пришлют обратно я думаю мне то что извините ладно ладно хоть выяснили хоть я не забрал кстати вот так вот человек что-то заказал например а кто-то из но невнимательных сотрудников взял и отправил другому человеку оплаченный товар представляете тот будет сидеть ждать на самом деле заказал и по факту когда если бы я получила этот заказ системе бы случилось ну как отметка что заказ получен все правильно потом бы уже выясняли куда его отправили что когда уже человек бы жаловался а как бы они у меня забрали они мне позвонили сказали бы верните нам наш товар если бы я была не такой честный так как я являюсь я кончу сказала извините вы это дело про про мухали ничего возвращать не буду но могла же могла нашел хорошо что все выяснилось потому что люди это платят деньги это кто-то перепутал могут не получить обидно я всегда ставлю себя на место на это и всегда говорю чтобы чтобы все было по честному а вы знаете что у меня вчерашние хачапури недоеденные так и лежат очень на столе кошелек сына деньги давал у меня лежит это на столе очень маленький делать качапури вчера у меня переспросили оля можно сделать там и на 200 грамм на кефир и на 100 грамм или там поделить на 5 на 6 частей а я вообще не шучу из вот этого количество которое я дала на 300 грамм кефира рецепт вчерашний хачапури там реально сделать 7-8 хачапури и они будут тогда нормального размера потому что это очень большие для одного человека это проблематично есть для меня это вообще проблематично куда такую кучу не впихнешь себя еще и сытная может кого ты жидковатый ночью делать дай работе шляпа такая посмотрим сейчас семян насыплю будет проэкспериментируем из-за того что много закваски 4 ложки бахнула на одну на одну булку это очень много а закваску нужно было убрать потому что у меня была полная банка она вылазила выкидывать жалко сейчас поднимется до верха будет ровно у него шляпа да не наверно точно есть такое растеклось все равно вкусно будет хлеб домашний всегда вкуснее ой 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 я же еще специи заказала ну ладно потом когда приду покажу ваш здоровье как они молодец а витаминчики приятного аппетита